Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Я официально предсказываю финансовый кризис до 2021 года. Не потому, что я обладаю какими-то особыми знаниями или потому, что действительно так думаю, а потому, что так у меня будет шанс позже стать известным как гуру, который предсказал последний финансовый кризис. Вы напряглись, но это сказал не я, а Виталик, создатель эфириума. Известный американский экономист, и нужно заметить противник криптовалют, Нориэль Рубини, ответил ему в грубой форме. Виталик, просто заткнись и говори о вещах, в которых ты разбираешься. Кстати говоря, Нориэль Рубини еще в 2006 году предсказывал кризис 2008, за что тогда получил прозвище Доктор Дум. Ты обещаешь Proof of Stakes 2013 года, но мы все еще ждем масштабируемую, децентрализованную и безопасную систему. Но похоже, что мы не дождемся ее никогда, из-за твоего принципа невозможной троицы. Если вы не знаете, невозможная троица – это гипотеза в международной экономике, что невозможно одновременно достичь фиксированного обменного курса, свободного движения капитала и независимой денежной политики. На такие аргументы доктора Дума отец эфириума возразил, что проблема троицы относится к масштабируемым блокчейнам, а не Proof of Stake. Это абсолютно разные вещи. Также он добавил, что Proof of Stake уже готов, а сейчас команда занята разработкой. Короче, друзья, вот так выглядит спор на высших уровнях. Кстати говоря, аудитория однозначного лидера мнений выбрать не смогла, поэтому Рубини снова получил прозвище «старого скептика в эпоху новых технологий», а Виталик был обвинен в создании фейковых денег. Всё закончилось тем, что Нуриэль и вовсе потерял все рамки приличия и назвал Бутерина и второго сооснователя эфириума мошенниками, которые создали эфириум с премайнинговой продажей. В качестве обвинения известный американский экономист также выдвинул предположение, что 75% выпущенного эфириума было присвоено Виталикам и Джосефам, благодаря этому они мгновенно стали фейковыми миллиардерами. Этот пост привёл к совершенно неожиданному результату. Нам всегда было интересно, сколько монет созданной криптовалютой лежит на кошельках создателей. Так вот, Виталик раскрыл этот секрет. «Я никогда не владел более чем одним процентом всех эфиров, а моё состояние никогда даже не приближалось к одному миллиарду долларов. Также я уверен, что нет никаких законов, направленных против премайнинга», сказал Виталик. Кстати, если Нурриэль так клевещет в сторону эфира о мифическом премайнинге, что он скажет о Рипле, чьи токены были на 100% добыты с помощью премайнинга? Нурриэль, пиши об этом в комментариях. Ну да, он, конечно же, тебе напишет, Ди. Ребята, вы готовы? Готовы увидеть, сколько эфира есть у его создателя? Пожалуйста. На кошельке Виталика находится 365 тысяч монет эфириума, что на данный момент эквивалентно 77 миллионам 136 тысячам долларам. Также на этом же кошельке лежат различные токены общей стоимостью чуть более 100 тысяч баксов. Это рассекреченный кошелек отца эфириума. У второго основателя эфира Джосефа, скорее всего, кошелек выглядит похожим образом. Кстати, на пике стоимости эфириума такой портфельчик оценивался бы в полмиллиарда долларов. Возникает лишь один вопрос. А есть ли еще кошельки у Виталика? На это он отвечает сам. У меня есть и другие кошельки, но, честно говоря, они достаточно маленькие. Даже после этого Нурриэль не сдался и продолжил критиковать криптовалюту. Криптография находится в полном развале, но все паникующие мошенники, боты, тролли и преступники нападают на меня, отметил он. Уже через сутки после этой потасовки стало известно, что Виталик Бутерин и Нурриэль Рубини сейчас готовят дебаты о криптовалюте. В настоящее время стороны ищут площадку и объективного модератора для встречи. Множество известных личностей уже предложили себя в качестве модераторов и спонсоров, но многих из них Нурриэль также полил грязью. «Я не желаю, чтобы биржа аферистов, играющих против нас, клиентов, спонсировала дебаты. Это выгребная яма криптотрейдинга, криминальная мошенническая схема». Такими определениями наградил Нурриэль криптовалютную биржу BitMEX, которая предложила себя в качестве модератора. В итоге, вчера Рубини предложил своего кандидата в модераторы, юриста Стефана Пали. «Я никогда не был силен в именах. Я буду честным судьей», — заявил Стефан. Посмотрим, согласится ли на это предложение сам Виталик. Учитывая, сколько грязи вылилось только лишь в Твиттере, мне кажется, это будет встреча века, которая нахайпит не меньше, чем сам блокчейн. Пишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Кто победит на дебатах? Чьи аргументы показались вам более логичными? А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте и обязательно богатеете. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!